президент украины владимир зеленский сообщил что власти россии считают его крепким орешком которого трудно расколоть и с которым еще никто общаться не хочет как бы не пыжились в киеве но это мелочи об этом лидер страны самых холодных батарей и самых дорогих дров почему-то правда не сказал как не уточнил и еще одну проблему евросоюз может и готовит санкции против россии однако есть одно но ограничительные меры в случае эскалации конфликта на украине не будут затрагивать газовый сектор и северный поток 2 заявил глава метавстрии шаленберг такой согласитесь уже классический и не пойми какой по счету подлый удар в спину молодой самостийной демократии да да это уже становится каким-то конкурсом кто больше и еще больше покажет территории 404 свою любовь причем не в платоническом виде а все как любят ценители фильмов для взрослых ну может быть помните тот анекдот когда бабка с дедом поймали внучка за просмотром соответствующей продукции мелкий убежал одет как даст бабки по затылку и на последовавший крик старый за что прозвучал логичный ответ помнишь я тебе говорил что так можно а ты помру помру короче прислали американцы святые дживелины в киев но просроченные чего для друзей не сделаешь правда и действительно системы которые призваны остановить русские танки которые с декабря 2021 все доехать не могут видать на хомячковой тяги работают оказались просрочены причем на годы на официальном фото от американцев указан номер контракта который был полностью отгружен в 2006 году ну а срок годности согласно официальной же инструкции на тот момент был 10 лет соответственно самая молодая ракета уже на 6 лет старше своего срока годности хотя это мелочи потому что дальше пошла министр обороны фрг заявившие что украина получит от немцев полевой госпиталь вместе с крематориям нормально да коллеги по европейским ценностям поддерживают киев и вроде бы ничего такого а все все поняли без слов правда впрочем и это ведь не конец до германия лишилась на довольно серьезном посту снова адекватного человека но ведь почему лишилась представить что-то подобное в россии сложно а вот до чего киев берлин довел ведь вице-адмирал и командующий в мэв германии оцените как новое правительство разбрасывается кадрами просто заявил что крым никогда не вернется в состав украины он также назвал нонсенсом то что москва якобы может планировать дестабилизацию украины по его словам индии германия нуждаются в россии для противостояния китаю плюс товарищ отметил что президент россии владимир путин хочет от запада уважение на равных и легко оказать ему уважение которого он требует и которого он вероятно заслуживает и такое внезапно началось что просто прелесть пресс-секретарь украинского мид олег николенко даже заявил что такие высказывания оцените подрывают суверенитет и территориальную целостность украины по его словам крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала а крым непременно вернется благодаря упорным усилием украины и ее партнеров ну тех которые просроченные ракеты дарят и госпитали с очень милыми бонусами 8 лет уже возвращают так экономику россии в клочья порвали что санкции обещают а вот отказаться от газа самого грязного без молекул свободы не могут кстати вместе с той самой украиной которая требует чтобы весь транзит газпрома шел через территорию 404 и да чуть не забыли британские власти опасаются что применение жестких экономических санкций против россии спровоцируют москву на ответные меры которые будут включать в себя сокращение поставок газа в европу что грозит энергетическим кризисом в регионе сообщили источники the times в кабинете министров королевства и это на фоне того что глава мид англии листр раз всем на днях рассказывала что украина отбивалась многие века от ужасных врагов цитата от монголов до татар и как вы думаете это разве конец истории